Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Верьянов. Вы уже чувствуете, да, вот этот масштаб. Действительно, у нас на канале всегда присутствует определенный флагманский проект. Долгое время таким флагманским проектом был Дом-Призрак. Он набрал почти 6,5 миллионов просмотров. Наконец-то он продан. И время для того, чтобы снять обзор по новому флагману. Вот этот прекрасный дом, который абсолютно станет рекордсменом по количеству просмотров. Я в этом просто не сомневаюсь, потому что мы повышаем с каждым годом планку. Этот дом самый дорогой на канале. И он самый большой. Он практически 3000 квадратных метров со всеми строениями. Ну что, я уверен, будет просто суперинтересно. Досмотрите выпуск до конца, не пожалеете. Готовы? Поехали! Брутальный дом со своим характером. Поясни, царь, кухня. 60 квадратных метров. Колоссальных размеров стол. Посмотрите, какой это объем. И все это, кстати, второй свет. Такие обзоры набирают миллионы просмотров. Краткие характеристики проекта. Современный дом. 2600 квадратных метров на участке 43 сотки. В 10 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Коттедж на поселке Парквиль-Жуковка. В доме 4 уровня. 7 спален. Каждая собственная гостевой зона, гардеробная и санузлом. 14 санузлов. Мастер-свит. Площадь 200 квадратных метров. 4 гостиные. Главное со вторым светом. И высотой потолков почти 7 метров. 2 лифта. 2 камина. 2 постирочные. Спа-зона с бассейном, сауной, хамамом. Настоящий салон красоты с массажным столом. Тренажерный зал. Кинотеатр. Винная и сигарные комнаты. Профессиональная кухня для шеф-поваров. На участке также расположены 2 дополнительных строения. Гараж на 4 машины места с комнатой охраны. И блок персонала с двухкомнатной квартирой. Друзья, по внешнему виду этого дома вы уже поняли, что он со своим характером. Это такой брутальный дом. Это не первый брутальный дом с темным фасадом у нас на канале. Можно перечислить тот же самый упоминавшийся уже дом-призрак. Дальше это практически собрат, младший брат этого дома. Это дом в садах Майндорф. Все ссылочки будут всплывать вот здесь вот в правом углу. И в описании будут указаны также. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. Также стоит упомянуть дом от итальянского архитектора. И дом Дениса Вишневского в нашем выпуске Шакунин подкаст. Такие дома вызывают разные эмоции. Самое главное, что никого не оставляет равнодушным. Кто-то говорит, что такая архитектура либо слишком минималистична, либо слишком помпезна. Кто-то сравнивает такие дома с мавзолеями, с крематориями, с торговыми центрами. Но, ребят, это тенденции современной архитектуры. И действительно, такой стиль запоминается и популярен среди множества потенциальных покупателей. Такие обзоры набирают миллионы просмотров. Можно сказать, что мы идем за запросами аудитории и представляем вашему вниманию вот этого красавца. Друзья, это тот же девелопер, что и дом в садах Майндорф, который я уже упоминал. Здесь, на самом деле, два объекта. Они расположены рядом друг с другом. Один и еще второй, назовем его Дом Икс, потому что он имеет форму Икс. Он еще находится в стадии строительства, завершения к концу этого года. А этот уже полностью завершен и ждет своего нового хозяина. Этот дом в форме английской буквы Y, или по-русски, можно сказать, Y. Вот такая необычная форма, получается, X, Y. Забавно, если вдруг реконструкция соседнего дома произойдет, то что тут можно вообще сотворить, ребят? Вот такое монументальное произведение архитектурного искусства. Есть какие-то отголоски архитектуры, которые мы уже видели в доме в садах Майндорф. Самое главное, что это темный фасад, отличительная характеристика этого объекта. Выполнен он из клинкерного кирпича компании Янинхофф. Все это ручная формовка. Также из этого материала выполнены все дорожки, подъезды, ступеньки. То есть все это смотрится в единой композиции. Здесь 43 сотки, но на самом деле здесь три строения, да, и как таковой участок не чувствуется. Представляете себе, какой масштаб дома. Давайте попробуем, несмотря на то, что сейчас зима, пройти вокруг и все-таки посмотреть, как происходит посадка дома. Он действительно в форме английской буквы Y. То есть если посмотреть сверху, с высоты птичьего полета, это будет ножка буквы. И дальше два луча, два флигеля, которые расходятся от ее основания. Здесь отдельный въезд. Вообще стоит отметить, что у этого проекта аж три въезда. Один с главной дороги, один с боковой, и еще есть один гостевой въезд. Это основной въезд. Сюда с водителем можно приехать, тебя высаживают. Ты как хозяин дома уже заходишь в него. Ну, а дальше можно поставить машину в отдельно стоящий гараж. Он на четыре машины места. Двое ворот по два машины места в каждом. И там же есть еще отдельное помещение для размещения водителя и охраны. А это задняя часть участка. Вообще участок угловой, что является скорее его преимуществом. Соседи достаточно далеко друг от друга. И за счет расположения вот так вот строения внутри образуется своеобразный внутренний дворик. Это помещение, соответственно, у нас гостевая, спальня, ее санузел и кабинет. Я думал, ты сейчас скажешь, образуются сугробы. Ну сугробы образуются, Тёма, куда деваться-то? Ну снимать-то надо. Аудитория требует обзоров. Вот снимаем в любую погоду. Мама меня ругает, шапку не надевая даже. Это терраса, которая выходит из бассейна. Он занимает отдельную часть этого дома. Она выполнена из террасной доски, запилена под 45 градусов. И, соответственно, двери, которые раскрываются в обе стороны, являются естественным продолжением зоны бассейна и спа-комплекса. Так, это боковая часть спа-комплекса. И посмотрите, как интересно выполнено остекление. Даже не остекление, это, скорее, архитектурное решение, такие вот проемы. И это создает дополнительный уют. То есть, с одной стороны, это огромное окно, но которое четко смотрит в заданном направлении. С этой стороны у нас уже граница с соседом, но она засажена крупными елками, которые даже зимой практически превращают эту границу участка в зеленую стену. Здесь окошко чуть поменьше. Здесь окна продолжаются. Это вот самое большое окно. Здесь вот видно как раз чуть-чуть сам бассейн. Но окна с зеркальным эффектом, кстати, это окна Шуко. И здесь используется система структурного остекления. То есть снаружи видно, как соприкасаются друг с другом стеклопакеты. И есть небольшие вот такие правставки. Так, вот мы уже дошли до угла участка. Я, кстати, ребят, засек шагомер. Будем наблюдать, какое количество шагов мы сегодня пройдем. Потому что это действительно самый большой дом. Вот отсюда хочется сказать несколько слов про архитектуру и про основоположника вообще вот этого тренда в архитектуре на минимализм. Это, конечно же, архитектор Ле Корбюзье. И он в свое время сформулировал пять основных отправных точек архитектуры, которые стали основой для формирования архитектуры нового времени. И три точки из пяти присутствуют в этом доме. Во-первых, это свободная планировка. Поскольку это железобетонный каркас, он дает возможность делать абсолютно разные пространства. Мы это внутри обязательно увидим. Во-вторых, это ленточное остекление. Может быть, здесь не очень хорошо видно, но вот окна все равно просматриваются. Это огромные панорамные окна. Опять же, за счет вот этого монолитного каркаса есть возможность делать окна практически любых размеров и любых конфигураций. И использование плоской крыши террасы вместо традиционной наклонной крыши с чердачными помещениями. В этом проекте используются исключительно плоские крыши, и часть из них является эксплуатируемыми террасами. Вообще, Ле Корбюзье и ввел такое понятие, как эксплуатируемая кровля. У этого дома есть множество разных входов. Вообще, логистика продумана очень хорошо и с точки зрения основных жителей дома, хозяев и с точки зрения гостей, и с точки зрения доступа обслуживающего персонала. А здесь, на территории участка, есть еще одно строение, где девелопер вынес котельную и отдельный, получается, домик с квартирой двухкомнатной для обслуживающего персонала. Так, давайте попробуем сюда заглянуть. Так, закрыто. Окна с таким зеркальным эффектом. Вот я вижу два котла Висман. Система водоочистки, ну-ка. А, ребят, я понял, здесь просто есть еще один вход. А, он открыт прекрасно. Здесь находятся два котла Висман, которые в каскаде работают. Дальше система водоочистки и бойлер для обслуживающего персонала. Основной бойлер для дома находится в отдельном тепловом пункте в самом доме. Ну, все понятно, да. И вот, пожалуйста, посмотрите, ребят, какой диаметр трубы газовой сюда идет. Можно как предприятие отапливать. Кстати, тоже шоку, ребят. По всем объектам, даже вот по второстепенным таким дополнительным строениям, используются основные материалы и технологии. Здесь, как я уже говорил, квартира для обслуживающего персонала. Туда заходить не будем, дабы просто не увеличивать хранимент траж ролика. Теперь давайте посмотрим вторую часть приватного участка. Она находится здесь. Это как раз выход из гостиной. Еще одна терраса с ограждениями из стекла. И, по сути, небольшой задний дворик. Очень зеленый. Три большие елки уже разрослись. Вот здесь газончик. И здесь очень приятно, можно сказать, интимно, потому что мы не на виду соседей. Мы отгорожены и елками, и еще дополнительным нашим строением. Мы находимся вот как раз вот в излучине буквы. Вай. Вай. Мы, кстати, так и назвали это дом. Дом Вай. Вполне возможно, у вас по ходу просмотра ролика будет много вопросов, почему Вай, да? Вот, собственно, будем на них отвечать. Пойдемте дальше. Так, а это у нас отдельный гостевой въезд. Мы еще такого нигде не видели. Очень дружелюбный, гостеприимный дом, где даже предусмотрели отдельный въезд для гостей. Представьте, то есть здесь открываются ворота, ты сюда заезжаешь, здесь можно поставить машин 7-8 спокойно, и дальше там будет отдельный гостевой вход. Такого тоже мы нигде не видим. Перебарщил насчет 7-8 машин. Ну как, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, еще за воротами там. Тем, все помещается, все нормально. Конечно, они будут все друг за другом, придется пропускать, выезжать, но, тем не менее, разместить так может. Ну и давайте пару слов расскажу про поселок. Обычно мы это сценарий оставляем где-нибудь на втором этаже, где можно выйти на улицу. Но к этому моменту всегда темнеет уже, и какой-то рассказ про поселок получается скомкан. Коттеджный поселок Парквиль, один из таких достаточно известных и давно сформированных поселков. Изначально здесь планировалась такая классическая архитектура и застройка. Какую-то часть домов выстроили в едином архитектурном стиле, а дальше уже остальные участки стали продавать без подряда и стали появляться совершенно разные по архитектуре проекты. Поскольку участки большие, расстояние между соседями большое тоже, то в целом это все адекватно смотрится. Это действительно один из таких суперэлитных поселков. Он расположен удобно, потому что есть заезд и со стороны Рублево-Успенского шоссе, со стороны Элинского шоссе, со стороны Новорижского шоссе. Буквально в 10 километрах от МКАД он находится. Очевидно, здесь доступна вся инфраструктура Рублево-Успенского шоссе, но самое главное, на территории самого поселка находится известная школа президента. То есть буквально пешком дети могут туда ходить. Прямо здесь, рядышком на Москве реке, находится ресторан «Причал». Тоже пешком можно дойти. И вообще мы фактически первая линия, вот соседний дом X, он первая линия от Москвы реки, в 200 метрах от нее. Рядом очень развитая спортивная инфраструктура. Это и World Class Luxury, самый премиальный бренд из этой линейки. Это и спортивный клуб Pride Wellness с открытым 25-метровым бассейном, а также известный теннисный центр с семью крытыми кортами. Так, ребят, ну хоть и весна, уже до холода хочется уже оказаться внутри и показать вам интерьер. Поехали. Итак, в дом хозяева попадают как раз с основного входа. Он находится с этой стороны буквально пять ступенечек, достаточно широкие, удобные. Но это не главный вход, это технический. Отсюда в дом входит персонал. А у хозяев вот такой вот интересный проход, такой скрытый от глаз, узкий коридор. Здесь с одной стороны много света, который проникает прямо в холл на первом этаже, а с другой получился очень приватный вход, потому что тебя здесь никто не... Прошу. Итак, в дом мы попали через эту стеклянную дверь и оказались прямо посередине вот этого холла. Я его назвал холл хаб. Он 54 квадратных метра. Вот так нас встречает этот дом. Он является, по сути, такой транспортной артерией. Посмотрите, какое количество дверей здесь. Здесь проходы во все необходимые зоны, также проход к лестнице, к лифту. А с этой стороны у нас гардеробная комната. У нас там пока что съемочный штаб, разложено оборудование, но ребят потом снимут, как это все выглядит. Там открытые системы хранения. Это гардеробная от полиформ. Все очень современно и классно. То есть там в открытом виде вся висит верхняя одежда, обувь. Сразу выбрал, что надеть и так далее. У входа еще вот есть вот такая вешалка. Очень, кстати, удобно тоже, чтобы не заходить дополнительно куда-то в помещение. Буквально надо заглянуть в дом на пару минут. Повесил, обратно снял, пошел и все. А напротив, прямо при входе, есть еще небольшой консольный столик, пуфик и зеркало. Эта дверь у нас идет в техническое помещение. Там отдельный вход. Мы его посмотрим со стороны кухни. Если пришли гости, например, есть еще вариант вот таких гардеробных при входе, которые тоже удобны и не нужно туда заходить и гостям видеть всю одежду хозяев дома. Здесь спокойно разложились, повесили и так далее. Здесь тоже очень большое место хранения полиформ. Есть такие вот выдвижные ящички, полочки с подсветкой, ароматизаторы. Это свечи Air от Tom Dixon. В целом, этот дом имеет множество тех решений, которые мы тщательно рассматривали в доме в садах Майндорф. Поэтому я на них останавливаться детально не буду, буду проговаривать только те вещи, которые здесь уникальны и новые. Так, давайте начнем, наверное… Глаза разбегаются? Да, разбегаются глаза, тем не знаю, куда пойти. А, ну конечно, мы же пришли, нам надо с улицы помыть руки. Заходим куда? В гостевой санузел, пожалуйста. Уже не раз встречавшаяся нам раковина от Kerasan. Называется модель Artwork в форме человеческого лица, запоминающаяся, часто используется в девелоперских проектах, встроенный в пол смеситель. Такие раковины бывают разных цветов. Здесь держатель для полотенца, большой полотенцесушитель. Я себе похожий хотел заказать. Вот, мне нужно было там часть стены закрыть, чтобы не видно было. По-моему, 460 тысяч рублей стоит, если я не ошибаюсь. Ну, короче, я не потяну. Здесь умный унитаз от Duravit. В этот раз мы с ним играться не будем. В прошлый раз все эксперименты мы уже провели. Двери Remadesio, как мы их называем, Rolls-Royce среди дверей. Два небольших кресла, как некая зона ожидания, потому что рядом у нас за этой дверью находится кабинет. Очень удобно. Гости приехали, зашли, разделись, зашли в кабинет. Он хоть и небольшой, но очень функциональный. Есть место и для дивана. Можно, например, хозяин дома как раз здесь подождать. И очень классный рабочий стол. Светлый, потому что сзади панорамное окно с видом на участок. Шуко. Электрическая система откидная с проветриванием. Выйти через такое не получится, а свежий воздух сюда зайдет. Во, шикарно. Все, проветрились, закрыли назад. Кстати, Тема, я не обратил внимания. А вот здесь постелили специально для того, чтобы не портить паркет. Вот такую прозрачную подложку. И стул, который здесь спокойно ездит. И ты не боишься за то, что у тебя потом будет вот это белое пятно. Где-то мы это видели уже. Да, но здесь прямо на всю площадь. То есть ты можешь спокойно двигаться вот в этом во всем пространстве. И не бояться, что что-то поцарапаешь. Стол приятный со вставками из кожи. Сам он деревянный. Вот такой вот интересной формы с закруглением. Два ящика по бокам и еще отдельно тумбочка. Подсветка выполнена в виде настольной лампы. Есть еще вот такой светильник с пятью спотами. Ну и еще точные светильники на потолке. С этой стороны у нас шкаф. Есть закрытые системы хранения. И открытые полки, куда можно, например, книги расставить. Кабинет со своим санузлом, чтобы не нужно было выходить в общее пространство. Вот здесь даже есть душ. Большое окно. Но в целом мы видели уже достаточно подробно, что все санузлы в этих домах выполнены примерно по одной концепции. И вот здесь как раз хотел показать, как удалось сочетать несочетаемые. То есть здесь, по сути, три разных прибора. Ну, розетка идет в общей модели с выключателями. Это управление кондиционированием от Mitsubishi. Достаточно современная панелька. Это термостат. Смотрите, какой интересный. То есть здесь как раз можно задавать температуру. И это все классно сочетается с выключателями. Очень необычно. Я вообще стал фанатом таких выключателей. Вот они такого звонкового типа, но прям тактильно приятные. Ну и, кстати, можно их вслепую включать-выключать. На первом этаже тоже рядом с ходом расположена еще и гостевая спальня. Очень логично. И вот посмотрите, с каким гостеприимством и размахом здесь будут встречать гостей. Вот такая вот спальня. В некоторых домах мастер спальни гораздо меньше. Есть небольшая диванная зона напротив телевизора с комодом. Большая кровать двухспальная с изголовьем. Две тумбочки, торшеры. Здесь еще над ней подсветочка такая. Небольшая банкетка. Помещение очень светлое за счет этих панорамных окон. Ну опять же, сосед есть один, но там оттуда ничего не видно. Если что, все это можно вот так зашторить. И даже при гостевой спальне есть своя гардеробная комната. Вполне вместительная. Так что гости могут остановиться здесь на продолжительное время. А в целом эта комната может быть и спальни родителей, например, которые не хотят бегать по этажам. Ну или даже с учетом лифта не хотят перемещаться. А это санузел в целом также по общей концепции сделанный. Светлый, просторный. Мне кажется, вообще с удовольствием приехал бы сюда в гости. Кто купит дом, пригласите меня потом в гости. Я с удовольствием здесь переночу. Элитная недвижимость не просто жилье, а символ статуса и успеха. Владение таким активом открывает доступ к удобствам и сервисам, которые недоступны широкой публике. Особенно, если эксклюзивный объект расположен в экологичной курортной локации с удобной логистикой, исключительными видами и доступом к спортивной и досуговой инфраструктуре на любой вкус. Montero Sea View Residence достоин стать частью персональной коллекции ценителей высокого стиля жизни. Этот комплекс класса Deluxe расположен в Сочи на первой береговой линии в пяти минутах ходьбы от Олимпийского парка. В ближайшем окружении именитые соседи. Горнолыжный курорт Красная Поляна, природный орнитологический парк, стадион Фишт, Сочи парк. Проект сочетает в себе частные сервисные апартаменты и пятизвездочный отель. Такая редкая для России синергия позволяет привлечь внимание тех, кто заинтересован в долговременном проживании на побережье, в ультракомфортных условиях или в приобретении резиденции для инвестиций. В чем же особенность Montero Sea View Residence? На 6 гектарах приватной территории расположены более 20 объектов для развлечений. Только представьте, в Montero Sea View Residence запроектировано 11 бассейнов, из которых 8 с естественной морской водой. Для поклонников Wellness есть собственный спа и зоны отдыха в тени деревьев. На территории расположено 11 баров и ресторанов с многонациональной кухней. Внутренняя территория утопает в зелени. Здесь высажено более 15 тысяч субтропических растений. Озеленение выполнено в эко-стиле, что отражает концепцию заботы о физическом и духовном благополучии. Архитектурный стиль проекта – это такая современная классика с органичным вплетением средиземноморской эстетики. Здания выполнены в форме каскада и напоминают горный водопад. В Montero Sea View Residence можно выбрать студию или резиденцию с одной, двумя, тремя спальнями. Все лоты имеют просторные планировки. У каждой резиденции есть балкон, с которого открываются потрясающие панорамы живописной акватории Черного моря и Кавказских гор. В отделке используются натуральные материалы, подчеркивающие неразрывную связь с природой. Средняя стоимость резиденции составляет 3 миллиона 700 тысяч рублей за один квадратный метр. Резидентам доступно 9 видов сервиса уровня 5 звезд. Это валет-паркинг, комфорт-менеджер, программа лояльности, управление доходностью, служба-нянь, консьерж-сервис, служба размещения, рум-сервис, охраняемая территория. Проект реализуется по 214-му федеральному закону с привлечением проектного финансирования от Банка Дом.РФ. Открытие Монтера Sea View Residence состоится уже в этом году. Приобрести резиденции можно как в отделе продаж в Сочи, так и с помощью сервиса «Электронная сделка» из любой точки России. Узнать больше о проекте и подобрать планировку, которая подходит именно вам, можно на сайте. Ссылочку я оставлю в описании. Так, двигаемся дальше. Это, опять же, у нас буферная зона. По центру находится огромный стол, который является доминантом этого помещения. Задает, по сути, такое круговое движение. У него 15 ступеней. Это компания «ММобили» Италия. Стоит такой стол полтора миллиона рублей. По сути, по 100 тысяч рублей за каждую ступень. Ну и, соответственно, это основная лестница, которая у нас соединяет все четыре уровня этого дома. Сокольный первый, второй этаж и еще третий этаж. И также здесь основной лифт. Это у нас пошел вход в спа-зону, который мы пройдем позже. А теперь пойдемте в самое главное помещение. Это кухня-столовая-гостиная. Оно может быть закрыто от общего холла вот такой сдвижной дверью стеклянной. Здесь, несмотря на то, что кухня в целом объединена с столовой и гостиной, то есть нет никаких перегородок, но, тем не менее, она, по сути, в своем закутке. Хотя это помещение вряд ли можно назвать закутком. Это поистине царь кухня. Мы привыкли уже к кухням в элитных домах в 25-30 квадратных метров. А здесь, внимание... 60? Да, Тём, ты угадал прям точку. 60 квадратных метров. Знаете, сейчас пошла тенденция на то, чтобы кухни парадные минимизировать, потому что рядом есть всегда технические кухни. Здесь техническая кухня тоже есть. Мы обязательно увидим. И там просто рай для готовки. Она находится в цокольном этаже. Но здесь пошли по пути того, чтобы оставить все самое необходимое. Дом большой. И в целом, ну не всегда ты будешь приглашать повара, да. А если хозяйка особенно любит готовить, то на такой кухне готовить самый кайф. Давайте начнем с разбора. Вот такой остров, по центру которого газовая плита на три комфорта разной мощности. Соединена еще и с индукционной плитой. Все это Гагенау. Посмотрите, как классно это все смотрится одновременно. Вытяжки, как вы видите, нет сверху. Но есть встроенная в столешницу. Также от Гагенау. Она убирается, а потом вот так раз и выдвигается. Можно включить подсветочку. Будет как раз видно, что мы здесь жарим, готовим. Вот. Ну и она достаточно мощная и очень хорошо работает. Так. Вот это включить. Ну давай третью скорость включим, например. Все, работает. Ну слушай, так нормально, прилично. Ну реально очень тихо. Да. Хотя это третья скорость. На второй еще меньше. Все, супер. Так, можно выключать и убирать. Идеально. А посмотрите, какие классные рычажки управления. Ну вообще супер. Вообще, это кухня от немецкой фирмы Zimatic. Многие, кстати, неправильно ее произносят. Пишутся как Simatic. Но человек, который учил немецкий язык, точно знает, как это произносится. Вообще, этот бренд изменил кухонный дизайн. Еще в 1960 году они в Кёльне на выставке представили инновационную, минималистичную кухню. Это была первая встраиваемая мебель без ручек, дублирующая форму помещений, которая буквально сделала революцию в мире кухонь. Вообще, бренду уже скоро будет 100 лет. Он с 1929 года. И все это время управляется одной семьей уже в третьем поколении. И действительно, посмотрите, какое внимание к деталям. Мы привыкли к контурной подсветке фартука, но здесь, посмотрите, подсветка есть и в самих шкафчиках, и на этом уровне, и на этом уровне. Ручки, которых не видно, но с помощью которых очень удобно выдвигать эти ящики. Посмотрите, как работают доводчики. Верхняя часть представлена шкафчиками, которые выполнены из стекла, а рамы из металла, которые очень благородно смотрятся. Если честно, у меня в сценарии не написано, что это за материал, который используется на столешнице и в отделке фартука. Что-то натуральное с такой рельефной поверхностью выглядит просто фантастически. Классная штука. А с этой стороны у нас холодильник. А, слушайте, ребят, извините. Он еще просто не подключен, а так он открывается при помощи нажатия. Огромный вместительный холодильник Gigi Now. Даже вот это внутри смотрится очень современно. Даже вот здесь вот, посмотри, металл. Классный. Короче, ребят, множество мест хранения. Продолжается техника Gigi Now. Это вот их стандартный блок из четырех предметов. Точнее, из пяти. Здесь еще дополнительно полка с подогревателем тарелок. Кофемашина, духовой шкаф, микроволновая печь и пароварка. Все новенькое, чистенькое. Еще даже пленочку не сняли. Эту привилегию оставим будущему собственнику. Ну и Wi-Fi. Все это управляется при помощи приложения на телефоне. Если будет скучно, можно посмотреть телевизор. Да, на кухне телевизор обычно маленький, но тут другой случай. Да, это просто огромный. Потому что посмотрите, какое расстояние. Вот даже вот сюда отойти, ты готовишь, он уже отсюда маленьким смотрится. Да, все пропорционально. Да. А давайте я вам покажу, что за этой дверью у нас находится. Это тот самый технический вход, который мы видели со стороны главного входа. Это как раз зона доступа обслуживающего персонала. Можно отсюда заносить как раз продукты. И это дополнительное место, где можно раздеться спокойно, придя с улицы. Есть большая раковина. Здесь находится еще второй технический лифт, который соединяет цокольный этаж с первым этажом. И вот, пожалуйста, даже душевая есть. Вот, то есть можно что-то дополнительно помыть. Не знаю, завезли арбуз, например. Вот здесь помыли прям сразу. Все чистенько. Вообще помещение кухни очень светлое, огромное панорамное окно. Это та терраса, которую мы видели в самом начале ролика. Вот здесь сейчас задернут тюль. Но можно его таким вот движением руки при помощи системы тач моушен и электрических карнизов раздвинуть. И есть с этой стороны просто открывается окно на проветривание. Так, а вот это уже окно полноценно открывается. Ну-ка откроем его, нет? О, есть. Вот так вот раз. И мы на улице, на террасе. Ой, класс, красота. Кстати, в доме очень тепло, несмотря на большое количество окон. И на кухне есть еще зона для завтрака на 7 персон. Если не хочется накрывать большой стол, здесь спокойно можно с семьей с утреца быстренько чай попить, кашку съесть. И все, и на работу. Так, ребят, ну что же, я приглашаю вас теперь наконец-то в самое главное помещение. Здесь вот видно как раз разграничение зон кухни, где используется на полу мрамор натуральный. И столовой-гостиной, где уже пошло деревянное напольное покрытие. Гостиная в домах А-класса – это центральный элемент. Всегда большая, с высокими потолками и разделена на несколько зон. Первая столовая с по-настоящему большим столом на 12, а может быть даже и 14 персон. Воистину дом для большой, дружной и гостеприимной семьи. Вторая ТВ-зона находится рядом, потому что после трапезы душа требует зрелищ. Посередине уютный, классный диван-миноти, расположенный полукругом, очень необычно. Прямо напротив телевизора. А третья – это каминная зона. Здесь здорово коротать вечера, вглядываясь в огонь и вслушиваясь в треск полейни. Так, друзья, теперь давайте более детально пройдемся по каждой из зон. Каждый из них заслуживает определенного своего внимания. Начнем со столовой. Действительно просто колоссальных размеров стол. Он состоит из двух частей. Соединен вот здесь такой декоративной планкой из дерева. Шва практически не видно. И выглядит это как цельная конструкция. Топ выполнен из натурального мрамора. И здесь идет такая раскладка бабочкой. Не сразу можно это понять, потому что стол уже полностью сервирован. Это сделано специально для того, чтобы продемонстрировать, с каким комфортом здесь могут расположиться, в данном случае, 12, а в целом, может быть, даже и 14, и 16 человек. И места хватит на столе для огромного количества блюд. И все блюда, в данном случае, займут свое достойное место. Стоит также обратить внимание и на стуле. У них деревянный каркас, отделка кожей. И вот такие интересные ремешки компания Юливия. Стол, кстати, очень глубокий. Он держится на трех массивных конических ножках. Посмотрите. Вот, Тём, можешь оттуда снять прям по прямой, насколько он широкий. То есть вот здесь вот на торце не всегда удобно за такими столами сидеть. А здесь, если ты один сидишь, ты буквально как голова клана. Над столом интересный светильник от компании Estee Lutz, модель Revolta. Это вот такие кольца, от которых свисают цилиндрические точечные светильники из латуни. При такой высоте потолка, а здесь, между прочим, 6,6 метров, второй свет. И непонятно, какой светильник вешать. С одной стороны, чтобы был негромоздким. С другой стороны, чтобы вот прям от потолка шел. Мне кажется, здесь дизайнеру это удалось. И получается достаточно количества света над непосредственно столом. То есть будешь видеть, что ты ешь. Одно из колец наполнено специальной акустической такой панелью. В целом можно все кольца дополнительно так заполнить. В данном случае нет необходимости, чтобы не было визуального барьера. Но это неплохой прием, акустический именно, для того, чтобы не было дополнительного эхо, поскольку оно абсорбирует звук. Друзья, вот здесь как раз можно почувствовать размах и понять, наверное, осознать, какое количество обслуживающего персонала требуется для дома. Кстати, кто-то из активных комментаторов писал про то, что в целом такие собственники создают хорошие рабочие места. Да, действительно, обслуживающий персонал в таких домах неплохо зарабатывает. И в целом, наверное, это позитивное явление. Вообще, у меня есть желание более детально эту тему раскрыть. Единственное, мне нужно найти, с кем это сделать. Если вдруг среди моих зрителей найдется собственник, который готов рассказать более детально про все нюансы, связанные с эксплуатацией подобных объектов, сколько уходит, не знаю, на поселковые платежи, на электричество, на газ, на обслуживание бассейна, сколько и какого обслуживающего персонала, зачем нужно следить, что нужно регулярно менять и так далее, и так далее. Вот эти все нюансы, они очень интересны аудитории, но, к сожалению, остаются за кадрами наших выпусков. Так что напишите, пожалуйста, мне, если вдруг есть желание, приедем и расскажем, раскроем эту тему в максимальных подробностях. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая зона у нас – это ТВ-зона. Как я уже говорил, диван к миноте необычной формы. Всегда проблема в таких диванах, чтобы он и смотрелся не громоздко, но, с другой стороны, была возможность вот прям с ногами сюда залезть. Вот, и здесь это реализовано просто шикарно, и не нужно этот диван дополнительно как-то складывать и раскладывать. Посередине небольшой журнальный столик, можно что-то положить, поставить книжки. И прямо напротив ТВ-зона, огромный телевизор Sony, тумба с техникой. Ну и, конечно, не могу не обратить ваше внимание на вот эти прекрасные колонки, звуковая система. Это у нас Sanus Faber. Колонка очень массивная, для нее еще дополнительно сделали подставку из натурального камня. Она не в комплекте идет, это уже девелопер сделал для того, чтобы еще дополнительно ее приподнять. Она выполнена из натурального дерева, которое под лаком, такие вот плашки. Вот такие интересные нити закрывают динамики. Ну, естественно. Это какой-то струнный инструмент. Ну да, дополнительно можно, как на арфе, играть. Слушайте, не включал, не знаю, но точно уверен, что звук здесь будет просто потрясающий. Это, кстати, тот вариант, когда звук не пытаются спрятать куда-то в стену, скрыть, чтобы было не видно, а наоборот, выставить на показ. И эти колонки достойны для того, чтобы их вот так вот выставлять на показ. Абсолютно являются частью интерьера. Без них, ну, как немножко скучновато бы смотрелось. Стена ТВ-зоны отделана панелями шпона дерева. Такие прямоугольные элементы. А эта стена у нас на самом деле отделяет лестницу, которая ведет на второй этаж. Посмотрите, как здорово это спланировано. И в этой точке как раз хочу рассказать именно про эту гостиную на площади 173 квадратных метра. Посмотрите, какой это объем. При высоте потолков 6,6 метра здесь получается 1150 кубических метров пространства. Это не считая вот тот объем, который занимает нас кухня. И вторая гостиная в антресоле на втором этаже. А панорамные окна, ребят, вы такое когда-нибудь видели? С одной стороны 12 метров, с другой стороны 8 метров. Итого получается 132 квадратных метра остекления. Это только в гостиной. И все это, кстати, второй свет. Ребят, посмотрите. То есть мы иногда видим гостиную, где только часть выделена второго света. Здесь по площади всей гостиной, по площади 173 квадратных метров, имеется второй свет с такой высотой потолков. Слушай, я не могу, наверное, надо все-таки раскрыть и показать окна. Артем сказал, что очень хорошо смягчает свет. А у нас сегодня день солнечный, но хочется показать, как это выглядит без тюля. Само собой, 7-метровые почти, да, шторы не будешь двигать руками. Здесь даже, наверное, с тач-моушен не сильно это будет комфортно. Посмотрите, сколько света. Это с одной стороны у нас восток, правда, наверное, мы прям непосредственно подъем солнца не увидим. Оно где-то вот в этой части только появится. А это уже южная сторона. Если жаркий день, то можно спокойно закрыть шторы, чтобы не перегревать помещение. И хочу еще отдельно обратить внимание на вот этот радиусный конвектор. 12 метров вот прям вдоль всех окон. И это как будто бы кажется, что сплошное полотно. Там, естественно, отдельные секции, но все это закрыто единой решеткой. Наверное, она тоже поделена на секции, но не видно, где заканчивается одна и начинается другая. Собственно, для прогрева такого помещения, конечно, такие объемы отопительных приборов, естественно, важны. Здесь еще есть встроенный в пол розеточный блок для подключения. Там три розетки, телевидение, интернет. Казалось бы, зачем он нужен? Ведь у нас есть уже ТВ-зона. На всякий случай сделали, потому что вот, например, стоит рояль от August Felster. Немецкая компания, которая занимается производством таких роялей. 20 тысяч деталей, которые в течение нескольких месяцев собираются вот в это произведение искусства. Конечно, если в семье хозяина дома никто не музицирует, можно пригласить маэстро, который раскроет весь потенциал этого музыкального инструмента. Ну а если это семья интровертов, не хочет никого приглашать, чтобы в гостиной был чужой человек. Есть, представляете, специальная система, которая устанавливается внутри рояля. Стоимость ее миллион триста рублей. Это так называемый самоиграющая пианино. Система будет нажимать клавиши. Мы будем слышать настоящий живой звук, не какую-то электронную симуляцию. При этом можем выбрать любое произведение, которое будет такой автоматикой сыгранно просто идеально. Ну и, естественно, требуется подключение. Вот, пожалуйста, рядом розеточка есть. Я бы барабанную установку поставил. Тём, ну и будешь шуметь, да, вот, шуметь. Понятно. Я, к сожалению, играть ни на чем не умею. У меня другие таланты. Двигаемся дальше к следующей зоне. Следующая зона у нас – камины. В этом доме каждый уголок достоин своего внимания. Что касается каминов, то архитекторы, конечно, в домах стиля минимализма стараются их сделать как можно более вытянутыми. Мне кажется, это самый длинный камины из всех, которые я видел. Были камины большие, в которые можно было залезть, да, но по длине – почти шесть метров. Здесь один дымоход, но два зольника. То есть, по сути, можно сделать одновременно два огня. Я не знаю, например, кто-то будет следить за одним, кто-то за вторым. Ну или в целом можно большое кострище здесь сложить. Ну а давайте посмотрим на отделку этой стены камином. Обычно думают, как облицевать камин. Но здесь облицовке подверглась вся стена полностью на все 6,6 метров. Примерно 30 отдельных слэбов, которые делают вот такой вот интересный рисунок, раскладывающийся в бабочку в разных направлениях. Здесь два типа бабочек. Одни светлые, другие потемнее. Слушайте, это просто потрясающая работа. Я представляю, сколько нужно ресурсов, времени, денег для того, чтобы найти соответствующий камень. Правильно это все напилить. А это все итальянский мрамор. Привезти здесь, все установить, все сделать так, чтобы это ровно выглядело. Дальше продлить все это на пол еще. Чтобы здесь был такой негорящий противопожарный буфер. Просто потрясающе. А теперь давайте рассмотрим эту диванную группу. Ее специально обернули друг к другу, для того, чтобы можно было классно усесться на фоне огня. Где-то он там сбоку, но в тихой, спокойной, душевной обстановке что-то обсудить. Посередине огромный стол. Если диван чуть поближе сдвинуть, то в целом будет очень удобно играть в настольные игры. Я бы с удовольствием здесь с детьми сыграл в какой-нибудь кэшфлоу. Кстати, очень классная игра. Советую, развивает финансовое мышление. Мы с детьми даже на нашем канале Детском 2А3 записали пробную нашу игру всей семьей. Андрей, которому досталась роль дворника, выиграл у нас и стал самым богатым. Всем детям крайне рекомендуем. Подписывайте своих детей и подписывайтесь сами на детский развлекательно-познавательный канал 2А3. Мы там плохого не посоветуем. Нас уже, кстати, 100 тысяч подписчиков. Первый результат. Над этой зоной установлен вот такой светильник от фирмы Vibia. Вообще, выбор люстр для двусветного пространства – это всегда челлендж. А здесь вот такой классный светильник, очень геометричный. Не выглядит громоздким, он очень изящный, легкий, при этом дает достаточно много света. Автор этого светильника – французский дизайнер Арик Леви, который считает, что эта коллекция сочетает присутствие и небытие, прозрачность и свет, легкость и непостоянство. Что, мы идем, нет? Ребята, идите, покажу вам этот вход для гостей. Что вы там застряли? Засмотрелись на светильник? Собственно, это очень необычное решение. Мы видели уже заезд на парковку специально для гостей. Здесь есть отдельный вход. И при этом блоке есть отдельная даже гардеробная гостевая. Так, тут какую-то лестницу нам вытащили. Не знаю, коллега наш, который снимал тоже обзор этого дома, не полез. Но я вот не могу не воспользоваться. Мне прям очень любопытно было, когда я этот ролик смотрел. Что же там такое? Тут целое еще одно помещение. Я не знаю, для чего это может быть, но это такая чемоданная комната скорее. Так себе чемоданы затаскивать. Ну ладно, да. Что-то такое, знаешь, хранить, что не очень часто нужно. Видимо, просто образовывалось помещение. Как его использовать? Вот такой формат лесенки. Кстати, она легко ли убирается? Вот так вот складывается все это. Опс. Лестница понтогров. Да, кстати. Все, не мешает. Раз и закрыл этот люк. Шикарно. Ребят, посмотрите, какое пространство предполагается для гостей. Здесь можно целую делегацию, мне кажется, встретить. Соответственно, гости пришли, разделись. Зашли в гостевой санузел. Здесь еще один гостевой санузел. Ребят, представляете, два гостевых санузла на дом. Тот же электрический, да? Конечно. Ровно такой же. И раковина, и еще луны. И уже раз. Такой же, да. Это как копий пейс. Только это. И все, и пожалуйста, второй, третий гостевой санузел. Реально гостеприимный дом. Тем, скажи. Согласен. Да, очень удобно. А потом спокойно взял и уехал. Пока, приезжайте еще. На очереди у нас спа-комплекс с бассейном. Попадаем мы благодаря вот этой раздвижной двери. Если по всему дому используется натуральный мрамор, то в спа-комплексе, где повышенная влажность, используется исключительно керамогранит, он крайне устойчив к такой агрессивной влажной среде. Ребят, по-моему, такой формы бассейна мы еще не видели. Это, по сути, такой параллелограмм. Не знаю, не уверен, что на самом деле вот эти линии… Как думаешь, они параллельны или нет? Я думаю, параллельно. А, по плану вообще параллельно, да, я помню. А отсюда как будто кажется, что небольшое такое идет расхождение. Длина у него 14,5 метров по длинной стороне. Ширина по короткой стороне 6,6 метров. Ну а если плавать получается по диагонали, то это практически 20 метров в длину. Вот такой вот интересной формы бассейн. Мне очень любопытно было, как выполнен здесь противоток. И когда на месте я увидел, в целом это логичное решение. Ты по основной траектории движения делаешь его, чтобы у тебя было по бокам максимально много места. Тут, мне кажется, тоже еще целый челлендж был вот эту конструкцию соорудить. Бассейн с подсветкой. Мы привыкли видеть круглые прожекторы. Здесь линейное освещение, что подчеркивает вообще стиль этого дома. В бассейне есть разные режимы освещения. Сейчас дневной. А, например, в вечернее время можно выключить весь свет и включить только потолочное освещение. Оно уже более теплое для вечерней такой обстановки. Плюс дополнительно здесь есть сауна и хамам, у которых установлена RGB-подсветка. И можно регулировать цвет, параллельно занимаясь хромотерапией. О, все. Мне кажется, для вечерней обстановки такой цвет оранжевый вполне себе для сауны в самый раз. Ну и давайте как раз эту сауну более детально рассмотрим изнутри, уже с правильной подсветкой. Просторное помещение. Печка Харви достаточно мощная, а здесь нужна мощная печка. Все-таки огромное панорамное окно. Вот здесь себя зажатым абсолютно не чувствуешь. И место для того, чтобы разместиться даже на верхней полке спокойно пять человек сядут, даже в локтями особо друг друга задевать не будут. Вот такая сауна. А здесь в отделке еще используется и фасадный материал. Вот эта связь интерьера с экстерьером, а еще и функция. Потому что за печкой, естественно, дерево использовать нельзя. Здесь, кстати, по всей длине используются вот такие стеклянные перегородки и двери темного тонированного цвета. Это прием, который очень любит этот девелопер и который классно действительно подходит для спа-комплекса. Он расширяет пространство за счет вот этого зеркального эффекта. Давайте посмотрим каждую из дверей, помещений. Здесь просторная душевая на два смесителя. Посмотрите, какие они интересные. То есть они встроенные в стену, но с другой стороны лейка внутри, она регулирует свое направление. Мне кажется, очень удобно. Ну и очевидно, что есть встроенный в пол трап от ТЦ, различные полочки. И хочу обратить внимание на это напольное покрытие, керамогранит. Он абсолютно не скользящий. Передвигаешься, захочешь, не проскользишь. А еще есть доводчики у этих дверей. Вот так вот раз, можно не беспокоиться о том, что она как-то ударится. Следующее помещение – это санузел. В целом здесь все понятно. А это у нас хамам. Здесь уже фиолетовая подсветка. Говорят, что с утра очень здорово можно так взбодриться. Есть стандартные сиденья и вот такой вот стол, на котором можно делать знаменитый турецкий пенный массаж. Есть отдельная раковина, встроенный смеситель в стену. И отсюда подается пар. Парогенератор тоже от Harvia. Есть тут такая стеклянная накладка. Сделана эта специально для того, чтобы пар разбивался об нее и распространялся в разные стороны, чтобы не было риска ожога. И хочу, чтобы вы посмотрели, как выглядят вот эти окна. Помните, мы когда с фасада смотрели, там необычные такие архитектурные элементы. А вот отсюда прям как будто обычные просто окна. Класс, смотришь на свои елочки. А с этой стороны у нас вот три лежачка. Так, Леш, давай срезать не будем. Ты же хочешь там по шагам рекорд установить. Да, рекорд будет еще и без этого даже. Вот, три лежачка, причем посмотрите, какие они классные. С удобными лежанками, с подушечками. Деревятные такие подлокотники, регулируемый угол наклона. Три с этой стороны и два еще там. То есть можно еще и гостей поздать. Можно их вынести на улицу и сделать там сандек. Дверь открывается. Можно вот так вот все распахнуть и выйти на улицу. И используются рулонные шторы тоже с управлением с пульта. Они сейчас вот так немножко прикрыты. В целом можно либо полностью закрыть, либо полностью открыть. Еще здесь очень необычные конвекторы. Я еще такого не встречал. Они со встроенной вентиляцией. Вот прямо оттуда, видите, дует воздух. Можно сделать пуп-пуп-пиду. И, конечно же, своя система вентиляции обязательно должна быть в помещении с такой влажностью. И как раз там же должна стоять система осушения. И здесь очень сделали хитро, что максимальную выгоду получают от конвекторов. Потому что они работают максимально эффективно. При этом никаких отдельных вентиляторов нет. Все идет через систему вентиляции. Здесь, кстати, сухо, да, Тём, вообще? Да, самый сухой бассейн. Самый сухой бассейн, да. При этом площадь какая у него? Огромная. Можно, кстати, посчитать по форме. Параллепипед, да? С косинусом, да. А квадрат плюс Б квадрат плюс 2АВ косинус. Там что-то одна вторая еще есть. Так, друзья, у нас СПА-комплекс, как я уже сказал, продолжается. Первая часть – это раздевалка, где можно повесить одежду, что-то разложить, взять халатики и так далее. Все это такие модули, которые перекрываются вот этими сдвижными перегородками. Отдельный массажный столик от компании «Мастер», видимо, ждет свою Маргариту. Здесь скажу больше, он еще и складной. Да, он, кстати, может спокойно сложиться и занять просто какую-то часть этого пространства. То есть эту комнату можно превратить и использовать как-то по-другому. А это целый косметический салон у себя в доме. Здесь уже он оборудован основными необходимыми предметами и инструментами. Это очень востребованная история в таких премиальных домах, когда можешь своего мастера позвать. И в целом он может обслуживать всю семью. Это очень удобно перед какими-нибудь мероприятиями, когда ты много очень времени можешь сэкономить. У тебя здесь и гардероб, и сразу тебя приготовили, укладку сделали. И ты такая вся красивая, а может быть и муж тоже сразу в шикарном образе. Едете на это мероприятие. Посмотрите, как выглядит вот эта стойка для мытья головы. Все это от компании «Чериотти». – На тропы похожие? – На дельфина. У меня ассоциация с дельфином, который на носике держит кресло. А это у него хвост. – Улитка или черепах? – Хорошо. В общем, это не просто оборудование, это еще и часть дизайна интерьера. Здесь стол для маникюра. Здесь стандартное парикмахерское кресло. В общей сложности оборудование этого салона красоты обошлось в 650 тысяч рублей. Отсюда мы также попадаем в бассейн. Но я хочу пройти дальше, вниз через вот эту техническую комнату и попасть в цокольный этаж. Вот смотрите, еще один технический вход, который имеет доступ как раз обслуживающий персонал. Потому что вниз идет лестница в цоколь, в ту часть его, которая является технической зоной. Здесь же расположены различные электрические щиты и также вход в бассейн для его обслуживания. Но эта лестница пронзает все четыре уровня и может использоваться также и жителями дома. Потому что, например, на втором этаже мы попадаем в блок детских комнат и быстрее всего в бассейн попасть именно по этой лестнице, чтобы не выходить на главное. А сейчас мы пробежимся по цокольному этажу. Еще надо будет засечь, сколько я ступеней сегодня преодолел. Так, мы попали в цоколь, а именно в техническую его часть. Цоколь большой, дом большой, поэтому давайте экспресс-обзор. Подлестничное пространство, которое занято системами хранения. Представляете, сколько всего здесь можно положить, разложить. При этом все аккуратно спрятано, на полочках будет лежать. Здесь мы попадаем в зону обслуживания бассейна. По-моему, такой стерильной зоны мы еще ни разу не видели. Ребят, посмотрите, как в операционной. С этой стороны непосредственно оборудование для фильтрации, очистки, добавления необходимой химии. Резервуар дополнительный там. Это место, где расположено вентиляционное оборудование. В частности, вот эта секция для увлажнения воздуха. И две большие установки. Одна для бассейна, другая для всего основного дома. Компания VBW Польша. Вот представляете, как все это хозяйство выглядит. Но расположена в цокольном этаже, наверху даже вообще ничего не слышно. И на выходе я заметил, что есть еще система центрального пылесоса от VACU-MADE компании. Значит, по дому мы увидим те самые розетки. Система, многие говорят, что уже немножко устарела с точки зрения того, что появились уже и роботы-пылесосы, и беспроводные пылесосы, которые достаточно долго работают. Представьте, какая здесь площадь. Это во-первых, а во-вторых, все-таки это незаменимая система для аллергиков. Потому что вся эта пыль проходит через вот эту установку, а отработанный воздух выбрасывается на улицу. И в этой технической части цоколя есть еще тепловой пункт. Огромный бойлер на 400 литров. И сюда уже подходит техническая вода из котельной подогретая. И дальше насосными группами распределяется по дому. А это переход уже в хозяйскую часть цоколя. К сожалению, дверь закрыта. И туда можно попасть по второй лестнице. Это как раз то самое разграничение потоков персонала, чтобы они не смогли попасть в основной дом. Но у нас есть магия монтажа. Ребята, все-таки магия монтажа – замечательная штука. Мы оказались уже в хозяйской части цокольного помещения. Сразу в самой большой его зоне. Мы назвали это «вторая гостиная». То есть место отдыха, релакса, хобби и всего остального. Площадь позволяет что угодно здесь разместить. Какие-нибудь игровые автоматы. Кому нравится там, не знаю, бильярд, настольный теннис, настольный футбол. Все, что хочешь. Давайте исследовать дальше, что у нас здесь. Так, вот это интересное помещение. Таких помещений мы, по-моему, ни разу не встречали. Это у нас сигарная комната. Вроде бы, с одной стороны, небольшое помещение. И, казалось бы, можно любую комнату сделать сигарной. Но нет, самое главное в сигарной комнате – это очень мощная вытяжка. Здесь она установлена. Пока она не включена. Естественно, когда этим помещением будут пользоваться, здесь просто все вот так и выдует. А при сигарной комнате есть отдельное помещение. Это винный погреб с возможностью установки температурного режима. То есть внутри технический кондиционер, который поддерживает необходимую температуру. Стеллажи пока не приехали, но они уже заказаны. Скоро здесь они разместятся. И можно будет свою коллекцию дорогого вина будущему хозяину здесь уже разместить. Собственно, сигарная комната является еще и дегустационной комнатой. Есть так называемый вэт-бар с раковиной. Здесь можно хранить бокалы. Все это потом аккуратненько помыть, оставить, нарезать, закусочки, сыры и так далее. Все шикарно. Ну и как же без домашнего кинотеатра в доме такого уровня? Огромный экран, проектор Sony, встроенный звук, акустические панели, приятная темная обстановка. И вот здесь стойка с оборудованием, сабвуфер фирмы KEF. Ребят, я не разбираюсь, но уверен, что это что-то топовое. Так, двигаемся дальше. Так, Леша, а что это за мешочки такие? Тем, здесь хранится золото лепреконов. На самом видном месте, чтобы никто не украл. Ну а если серьезно, это просто такой формат, как можно держать такую подушечку для головы. Можно взять и вот так вот под рост установить. Хопс, очень просто. Так, на этом этаже есть еще и свой санузел. Он, кстати, с душевой. На всякий случай. Здесь все понятно. В этом доме 14 санузлов. Ладно, я помолчу. Дайте вам, пожалуйста. Не надо здесь комментировать. Две недели можешь каждый день пользоваться разными санузлами. Не наскучиться. Так, ну что, здесь серверные. Здесь ничего интересного. Так, давайте заглянем сюда. О, это постирочная, номер один, в цокольном этаже. Установлена стиральная и сушильная машина «Мили». Место для глажки, раковина и места хранения. А ты веришь, что это место для глажки? Ну, мне кажется, да. Ну, в целом есть отдельные гладильные системы, которые устанавливаются как отдельно стоящие. Вот. И как бы ты можешь… Ну, ты так просто показал место для глажки, как будто это вот эти поверхности, это место для глажки. Ну, а вот для чего вот эти все розетки нужны? Причем такие мощные достаточно. Не очень понятно, если честно. Друзья, пишите комментарии, чтобы… Да, пишите в комментариях, ребята, вот как бы с этими розетками все понятно, вот это для чего. Так, идем дальше. По ходу движения у нас вот такая интересная комната. Это спальня, но поскольку она находится в цокольном этаже и здесь всего лишь небольшое вот такое окошко, мы ее даже не посчитали за спальню в общем списке, поэтому мы как бы в характеристике указали семь спален. Это восьмая спальня в доме и предназначена для шеф-повара, потому что здесь есть техническая кухня. И если представить, что идет там большой праздник или подготовка к какому-то мероприятию, это может занять не один день и, конечно, удобнее будет, если шеф будет оставаться здесь с ночевкой. И вот для него самые лучшие условия. Есть и гардеробная комната своя, и санузел, и кровать. Вот так вот относится в этом доме к выбору шеф-повара, друзья. Ну а в целом, если вдруг шеф будет приходящий, ему на ночевку здесь оставаться не надо, это может быть комната для близкого обслуживающего персонала, который нужен именно в контуре дома. Вообще, Тёма, мне кажется, и гостей здесь тоже не стыдно разместить. Если их много понаехал, знаешь… Сюда тебя и поселить надо. Я их, кстати, вообще не возражаю. Я бы потренировался бы, что-нибудь поготовил бы. А теперь давайте посмотрим самое интересное помещение на этом этаже. Это шефс китчен. Друзья, здесь, мне кажется, целый комбинат питания, а не техническая кухня, как ее принято называть. Давайте по порядку идти. Стол номер один, горячий. Четыре огромные конфорки на газу. Если вдруг что-то надо, еще и две индукционные панели. Дальше. Вот эта горелка. Тём, догадаешься для чего? Доказана. Правильно, молодец. Все ты знаешь. Вот здесь готовим плов. Вот сюда я не знаю, что подается. Возможно, вода. Вот сюда что-то сливается явно. То есть готовишь, да, и что-то лишнее вот так вот прям сюда сливаешь. Для мытья. Да, а еще вот такой вот имеется шланг для воды. То есть можешь прям либо налить дополнительно воды, либо все промыть. Мне кажется, это очень удобно. Все это фирмы от Анджело По. Это итальянская компания, которая как раз делает такое оборудование. И для кофейн, ресторанов. Здесь реально кухня уровня какого-нибудь небольшого ресторана. Стол номер два. Здесь, соответственно, поверхность просто для готовки типа тэпан, как его, да, называют. Это гриль. Посмотрите, он находится под наклоном для того, чтобы жир стекал вот сюда в это отверстие. Угол наклона можем менять. Фритюр. Три вот такие вот емкости. Можно картошечку сделать. Или сырные шарики, или что еще там обычно делают. Вот, куча вот этих вот различных, соответственно, все для посуды. Вот это я даже не понимаю, что такое здесь регулируется. Видимо, не знаю, подогрев, наверное, посуды. Да, это действительно нужно иметь соответствующие навыки, компетенции и образования для того, чтобы во всем этом разбираться. Вот, я немножко погуглил, ребят, что-то посмотрел. Вот это пара конвектомат для готовки продуктов, а вот эта вот штука – это для расстойки теста, представляете? Я вот первый раз такой агрегат видел для того, чтобы выпечка получилась пышной, классной, мягкой. Вот эти вот такие, знаете, воздушные круассанчики. Я сейчас недавно приехал с Куршавелли, там каждое утро давали такие круассаны, которые вот просто, не знаю, можно прям съесть штуки четыре. Для того, чтобы, соответственно, тесто насытилось кислородом, было побольше пор, ставят вот в такой шкаф, потому что сам процесс расстойки, он занимает длительное время. В таком шкафу, в контролируемых условиях, этот процесс длится всего 35 минут. Соответственно, можно сделать много вкусной, классной выпечки. А розетка, ну, для чего? Вот, это розетка, да. Ну, мы же в такой еще один конвектомат вряд ли же будем помещать по стирке. А розетка тоже, чтобы для чего-то так было. Так, есть два отдельных помещения для хранения, соответственно, продуктов. Есть открытое хранение и вот такие огромные двойные холодильники, которые, кстати, можно запереть на ключ, чтобы никто ничего не испортил. О, здесь даже кто-то закрытый уже. Кто-то закрытый уже? Кто-то закрытый уже, да. И с этой стороны здесь еще один холодильник. Вот, представляете, сколько всего можно всяких различных заготовок хранить. Вот, ну и полочки также. Мы видели, конечно, и целые холодильные камеры. Наверное, можно было бы здесь и такую устроить. Ну, вот приняли решение сделать отдельными устройствами просто. А это у нас, так называемый, уже холодный стол. Здесь различная отдельно стоящая техника. В частности, вот, например, есть слайсер. Вот тот агрегат, не знаю для чего. Вот, кстати, ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, для чего нужна вот такая штука. Сок выжимал как-нибудь. Да? Тут ничего нет. Наверное, какие-то насадки, что-то сюда делается. Да, я вообще… Ну, это я понимаю, это слайсер, конечно. Вот кладешь вот эту вот ногу такую, хамончик там, и стругаешь мелкими-мелкими, тонкими кусочками. Это, видимо… О, это, наверное, форш-делка, точно. Носорубка. Класс. Форш-делка? Форш-делка, да. Опять же, дополнительные всякие различные поверхности. О, а вот этот ящик знаешь для чего? Что это такое? По-любому какой-нибудь измельчитель. Нет, это называется жироуловитель. При такой масштабной готовке образуется огромное количество жира, который просто в раковину сливается. Ну и представь, да, там у тебя будет труба, не знаю, 40, 30, 50 миллиметров. В любом случае, она через какое-то время просто обрастет вот этим жировым мешком, да, и в целом это неэкологично. Поэтому на таких кухнях часто устанавливают жироуловитель, который, соответственно, агрегирует весь этот жир, и уже очищенная от жира вода идет в канализацию. Потом я знаю, что есть компании, которые приезжают, меняют его, вычищают и так далее. Вот такая особенность. Ну и над каждой из зон готовки вот такие огромные вытяжки. Но это еще не вся техническая кухня. Есть еще второе помещение. Оно, соответственно, для того, чтобы, например, мыть посуду, что-то дополнительно сервировать. Вот, еще один холодильник у нас здесь стоит. Видимо, уже для, не знаю, каких-то готовых изделий. Дополнительное мусорное ведро. И что должно быть технической кухни, которая отдалена от основной? Конечно же, продуктовый лифт. Но здесь пошли дальше и сделали не просто продуктовый лифт, а обычный технический лифт фирмы Doppler, Греция. Потому что есть некоторые филигранные блюда, которые должен подавать сам шеф-повар. Потому что есть какая-то финишная доработка, которая делается непосредственно у стола. И я представляю, как повар с тележечкой заходит сюда, везет какой-нибудь бойабес или говядину Веллингтон. Прямо на второй этаж в техническое помещение. И дальше выезжает через кухню в столовую и сервирует все. Я поехал. Ладно, ладно, не поеду. Двигаемся дальше, на следующий этаж. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами историей создания одного нового продукта для интерьеров в сегменте Luxury. И что особенно приятно, произведен он российскими специалистами здесь, в Москве. Компания технологии роскоши хорошо известна владельцам премиальных автомобилей, кто привык ездить с водителем, поскольку является официальным партнером Mercedes-Benz, по дооснащению автомобилей на территории стран таможенного союза. Идея диверсифицировать накопленные за 20 лет производства знаний и умений давно витала в воздухе. И в 2022 году родился проект Аперитив Центра под брендом Luxaria Home. Что же это за продукт? Аперитив Центр – давняя мечта команды. Это особенный и сложный предмет интерьера, многофункциональный и подчеркнуто индивидуально. По сути, это симбиоз кухни, барной стойки и развлекательного центра. Аперитив Центр может быть установлен в качестве основной кухни в доме, в квартире или на яхте, как арт-объект в зоне отдыха гостей в доме или офисе, и даже в качестве развлекательного центра на статусном мероприятии. Главным мультимедийным устройством и центром притяжения внимания является большой QLED-монитор, который объединяет сразу несколько источников сигнала. Можно без проблем подключить любую приставку, будь то Apple TV, Sony PlayStation или профессиональная система караоке. По бокам от монитора за бронированным стеклом размещены галереи для ценных вещей и коллекционных объектов. Аперитив Центр установлена акустическая система High-End класса, которая не оставит равнодушным ни вас, ни ваших гостей. Из необычного можно обнаружить воздушные дефлекторы на фасаде. Они характерны для автомобильного интерьера, но в данном случае являются ароматизаторами или ионизаторами воздуха. Кожа лучшей выделки, камень из красивейших месторождений мира, дерево ценных пород и ткани всемирно известных домов моды – все это премиальное обрамление того, что спрятано внутри. Аперитив Центр – это штучная и сложная работа, где велика доля ручного труда, поэтому его не планируется выпускать в массовом порядке. Изделие собирает на собственном производстве полного цикла, что является гарантией четкого выполнения заявленных сроков и взятых компанией обязательств. Каждая деталь – отражение желания и предпочтений будущего владельца. Авторский замысел создателей способен трансформироваться под самые искушенные запросы. Станьте и вы творцами сердца своего интерьера вместе с Luxaria Home. Заказать аперитив Центр для своего дома, офиса или даже яхты, а также приобрести готовый экземпляр можно уже сегодня в удобно расположенном фирменном шоуруме на Рублевском шоссе. Ну а более подробно ознакомиться с жизнью компании можно в телеграм-канале, ссылку на которую вы найдете в описании. Ну и раз уж у нас тема зашла за лифты, на техническом мы кататься не стали, а вот на основном прокатимся. Почему бы и нет. Я предлагаю тогда сейчас на третий этаж. Тебе? Или вы? Да. А вы пешком, конечно. А, я пешком. Да. Что же делать? Ну ладно, и потом тоже прокатимся. Лифт вполне вместительный, он стеклянный. Снаружи, кстати, отделан триплексом из стекла с тонировкой. Мы видели похожий лифт, он был прозрачный. Этот смотрится гораздо более выигрышно, потому что скрывает всю внутреннюю оснастку самой кабины лифта и шахты. Ну, собственно, четыре этажа, есть вызов. Кстати, для безопасности, естественно, есть возможность связи с диспетчером. При нажатии на кнопку, соответственно, отдельно есть выделенная система, через которую идет, проходит звонок, вот. Ну что ж, я поехал выпешком. Так? Ого, вы уже тут? Красавчики, молодцы, в спортивной форме. Ряд, посмотрите, какая красота, а? Здесь есть и выход на эксплуатируемую кровлю, и практически весь поселок как на ладони, правда, только верхушки домов. А вот тот самый дом-призрак, совершенно недалеко отсюда, 250 метров буквально до него. Принимаем эстафетную палочку, вот, и прокачиваем этот дом. Так, давайте будем смотреть более подробно третий этаж. Начнем вот с этой комнаты. Это спальня у нас по счету номер два, на третьем этаже. Здесь можно предположить несколько сценарий проживания в этом доме, но, допустим, на третий этаж захочет подняться молодежь. То есть это такая, скорее, подростковая комната. Но видите, да, какие масштабы у спален в этом доме. И все они выстроены примерно по одинаковому принципу. Есть зона диванная с телевизором, есть отдельная спальная зона, рабочее место, ну и, само собой, отдельная гардеробная и санузел при каждой спальне. Этот дом, конечно, идеально подойдет для нескольких поколений. Этот спальный блок общей площадью 100 квадратных метров на втором месте в моем виш-листе после, конечно, мастер-спальни. Так, давайте заглянем еще и в санузел с гардеробной. Ну так, чисто одним глазком. Вот она, классическая компоновка санузлов при спальнях. Все отделано мрамором. Посмотрите, какое его количество. И стены, и пол. Вот это стандартное решение с зеркалом прямо напротив основного окна. Здесь аж четыре тумбочки, можно много всего разложить. И здесь два варианта на выбор будущего постояльца. Либо шикарная ванна, либо отличная душевая. Обратил внимание на эти минималистичные смесители. Они встроены прямо в стену. Даже интересно, как это все работает. Фирма Линки. О, все, так, это пошло. Ага, это пошло. Все, я понял. То есть это переключение. А это, соответственно, горячая или холодная вода. А какая-какая? Непонятно. Слева горячая, справа холодная. Ну точно, пусть будет так. Ну и ванна современная. Вот велерой бог. Интересная форма, кстати. Что-то мы такие, по-моему, с тобой тем не встречали еще. Кстати, отсюда можно заглянуть немножко. И посмотреть на соседний дом, который дом Х. Не очень много окон обращены в ту сторону. Вот он как выглядит. Я надеюсь, когда его закончат, мы и на него обзор сможем сделать. И также одним глазиком заглянем в гардеробную. Открытая система хранения и ряд закрытых ящиков. Тоже все полиформ. А на выходе зеркало во весь рост. Здесь, кстати, еще два зеркала. На всякий случай. Собственно, это, наверное, самая козырная такая спальня, потому что она прямо в отдельном крыле находится. Это тренажерный зал. По плану, во всяком случае, он пока еще не оборудован. Эта комната может использоваться и по другому назначению. Мы назначим эту комнату хобби-комнатой для любых увлечений хозяев этого дома. Можно целый компьютерный клуб здесь организовать, мне кажется. Здесь и спортом никто не любит заниматься. Так, друзья. Это гостиная. Какая по счету? Номер три. Правильно. Это, собственно, зона встреч для обитателей этого этажа. Если, допустим, это два брата, две сестры, и к ним приезжают друзья. Как классно здесь с ними встречаться, потому что ты на отдельном этаже, вдали от взрослых. У тебя свой здесь мир, свое пространство. Шикарная диванная зона с большим телевизором, с панорамным окном. А давайте еще и заглянем, что у нас за этими двумя дверьми. Неожиданно постирочная на третьем этаже. Мы видели постирочную уже в цоколе. Это вторая постирочная. Действительно, в таких больших домах накапливается большое количество вещей, которые нужно стирать, и все нести в цоколь может быть неправильно, потому что основное белье скапливается как раз на втором и третьем этаже. Ну, второй хозяйский этаж, поэтому постирочную решили расположить на третьем этаже. Классное место для работы, также с панорамным окном. Супер. Уже установлены машины Мили. Стиральная и сушильная. У меня такие же. А это общий санузел на этаж. Ну, например, если все-таки там будет спортзал, сюда прийти и принять душ. Я бы на самом деле спустился уже в бассейн, там бы еще поплавал бы и уже принял бы душ. Тем более, что помните, да, вот эту техническую лестницу? Вот она, буквально два этажа вниз, и мы все прямо у бассейна, идеально. А в этом крыле еще одна спальня. Давайте одним глазком заглянем в гардеробную. Она как будто бесконечная за счет вот этого огромного зеркала. Как будто бы кажется, что больше, чем даже предыдущий. Вот, хотя эта спальня чуть поменьше, но у нее есть свои бонусы. Стандартный набор, да, это у нас диванная зона, рабочий стол и сама спальня, которая смотрит прямо в панорамное окно. Но посмотрите, какой вид здесь. Там, если у нас вид на соседей, то здесь просто сплошная зелень. Это как раз туда, в сторону Москва-реки. Вот еще вот это все расцветет, все березки. Сейчас весна, лето будет, просто сплошная зелень. Шикарно. А еще посмотрите, как здесь как раз архитектура буквально входит в дом и становится частью интерьера. Под углом идет наружная стена, единая ось с кроватью. То есть ты с нее смотришь, и у тебя прямой обзор на лес. Но ты все равно видишь вот эту часть отделки фасада. По-моему, у тебя фасад является уже точной частью интерьера. Все кровати большие, по метр восемьдесят. Санузел, правда, здесь немножко поскромнее. У него лишь одна душевая. Но в целом я, например, с удовольствием душевой бы и пользовался. Мне ванной не нужно. Давайте еще это окно посмотрим. Очень необычное решение. Казалось бы, узкий коридор, но выглядит шикарно. Так, все, мы, по-моему, с третьим этажом закончили. Хотя нет, вот сейчас уйду назад и обратил внимание вот на эти кресла. Смотрите, какая интересная модель. У них здесь есть вот такие ящики. Не знаю, для книжек, для газет. Газеты сейчас, наверное, никто не читает. Фланшет положить. Очень интересная модель. Вообще здесь в доме полнейшая комплектация из лучших брендов. Более 30 брендов различной мебели. Что, кстати, делает дом очень таким разнообразным. Потому что, так или иначе, у каждой фабрики есть определенный свой стиль, своя колористика. А когда выбираешь именно такое множество фабрик разнообразных, вот у тебя и интерьеры получаются разнообразными. Вот сколько мы смотрим гостиных разных, спален. Везде очень большое разнообразие. Каждый найдет себе предметы интерьера по вкусу. А вот, собственно, и выход на террасу. Давайте. Хочется выйти прям. Ох, красота. Слушайте, опять повезло с погодой. Это уже третий раз подряд на съемках у нас идет плохая погода, потом в среду солнышко, а потом опять плохая погода. Везучие. Или мы. Так, а на второй этаж мы спустимся по лестнице. Как вы уже поняли, она идет как раз по периметру вот так вот вокруг лифта. У нее несколько маршей. Все ступени отделаны натуральным мрамором темного цвета. В сочетании с темным стеклом выглядит тоже фантастически. А конструктивно эта лестница очень непростая. У нее есть возможность закрепиться только к стене. Здесь у нас идет шахта лифта, поэтому все ступени по сути консольные. Но несмотря на то, что вот такой вот огромный вынос, они как будто абсолютно монолитные и вообще не дергаются. Итак, с лестницы мы попадаем в гостиную номер 4, которая находится в антресольной части второго этажа. Отсюда у нас наша гостиная как на ладони. Кстати, мы ее назвали неправильный Пентагон, потому что у нее пять углов, они неправильной формы. Просто Пентагоном назвать было бы непатриотично, поэтому это неправильный Пентагон. А это гостиная на втором этаже, непосредственно рядом с блоком мастер-свит, так называемого. Вот ее можно использовать как библиотеку, в шахматы поиграть, также с панорамным окном. Но в едином, по сути, пространстве с гостиной первого этажа. Интересный декор стоит. Тем, чем-то тебя напоминает, нет? В прошлом. Может быть. Хожу, вот сколько разных кресел мы уже за сегодняшний день увидели. И все не повторяется, не повторяется, все разное, разное, но при этом очень гармонично подобрано одно к другому. Вот попробовать просто укомплектовать такой огромный дом, это действительно просто колоссальная работа. При работе с точными девелоперскими проектами, домов А-класса, мы нон-стопом перебираем поставщиков, материалов и подрядчиков под самые разные задачи. Лифты, бассейны, окна, гаражные ворота, ландшафт, умный дом, инженерия, мебель, кухня, столешница, стеновые панели, шторы. Можно бесконечно перечислять. Наш главный критерий не всегда цена. В элитной недвижимости нет типовых задач, поэтому больше мы ценим долгосрочную надежность и гибкость в подходе к задаче. На этом пути многие подрядчики, к сожалению, выбраковываются. Остаются лишь сильные, мотивированные на результат и не сдающиеся в процессе. И мы со своей стороны хотим, чтобы талантливые и ответственные мастера развивались в своей нише. Поэтому, если вдруг вам нужна помощь с выбором надежных подрядчиков под специфические задачи при обустройстве элитного дома или квартиры, не стесняйтесь, напишите мне на WhatsApp плюс семь девятьсот пятнадцать четыреста сорок ноль три четырнадцать. Свяжу вас с нашим комплектатором, с кем прошли огонь и воду. Для вас это совершенно бесплатно. Подскажем, кто на чем специализируется и лучше справиться именно с вашим запросом. Задачи могут быть самыми специфическими, поможем с любой. О, кстати, не обратил внимания на вот это интересное зеркало. Оно не просто плоское, то есть оно, во-первых, состоит из таких треугольничков, кусков, но они еще расположены в разных плоскостях. И это очень напоминает драгоценный камень в обработке, если смотреть на него сверху. Я, по-моему, в нем выгляжу гораздо лучше, чем на самом деле. Так, а мы пройдем в другое крыло. Здесь две спальни. Это, по сути, детские, потому что они ближе к родителям на втором этаже. То есть для детей чуть более младших. Если верхние такие для взрослых детей скорее, которые уже хотят иметь свое личное пространство. Здесь дети, которые поближе к родителям. Спальня номер один. Все по той же концепции, как мы видим. Спальное место, рабочее место, диванная зона. Здесь свой выход на небольшой балкон. Сейчас он завален снегом, но в целом классное пространство, чтобы выйти и у тебя большой парапет, ты в результате там сидишь и тебя не видно. Санузел в классической компоновке, и ванна, и душ, и просто бесконечная гардеробная. Еще, по-моему, длиннее, чем предыдущая. А самое главное, что они уже все оборудованы, причем одной из самых лучших марок мебели. А вот, собственно, сами розетки для пылесоса, а то мы их все время проходим. Вот они расположены по периметру вообще всего дома, на специальном расстоянии, до которого дотягивается шланг. Вот, а это интересный блок розетки с ночничком, вот таким вот он светится и ночью освещает легким светом контуры, чтобы можно было не споткнуться, потому что здесь ни одного окна нет. Комната – это абсолютный близнец той спальни, которую мы видели на третьем этаже. Единственное, что здесь, опять же, другой набор мебели. Но посмотри, насколько интересны всякие вот такие вот элементы, да? Такая кожа очень мягкая, приятная, тактильная, терракотового цвета, вставки из благородного металла, все это вот под неправильным углом загибается. Представляешь, какая-то работа, да? Вот так вот четко это классно все сделать. Вот спинка из кожи тоже. Очень практично, потому что есть вот часть, которая непосредственно изголовья, и все вокруг остальное, да? Тумбочки тоже из этой же коллекции. Потрясающая мебель. Ну вот здесь вот, например, вид из окна. Поскольку мы пониже, мы уже упираемся в деревья, которые непосредственно на участке, то есть дальнюю часть леса мы не видим. Ну не знаю, кому-то покажется, что это еще более уютно, чем на третьем этаже. Так что здесь вот вполне можно будущим постояльцам определиться со своей спальней. Тем более, что у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Ну, санузел мы уже видели. Он абсолютно такой же, как на третьем. Вот, друзья, мы в каждое помещение заходим, в каждую спальню, несмотря на то, что многие помещения одинаковые. Вот, ну действительно, если вот все-таки встать на место будущих покупателей, семьи, которые выбирают дом, то им, естественно, хотелось бы посмотреть каждое помещение для себя определиться. Не знаю, как без этого обойтись, поэтому и выпуски такие длинные получаются. А с домом в 3000 квадратных метров, если взять общую площадь всех строений, как по-другому. Эта спальня находится между двумя детскими блоками. И я предположу, что это комната няни, то есть как раз то место, где няня или гувернантка может следить за двумя детьми. Потому что она поменьше, у нее нет своей отдельной гардеробной, есть только встроенный шкаф, но также есть выход на балкон, который соединяется с соседней детской, и, конечно же, есть свой санузел. Кстати, единственный темный санузел без окна. Так, ну все, у нас осталось только мастер-суит. Друзья, кстати, хочу напомнить вам о сервисе по элитной недвижимости HomeHunter, где как раз и нужно искать элитную недвижимость. Там представлена база от 54 уже агентств элитной недвижимости. Это максимально насыщенная база, обработанная и еще без дублей. Поэтому искать элитную недвижимость и выбирать себе ее здесь максимально приятно, и можно это делать достаточно плодотворно. Ссылочка в описании на этот дом на сервисе HomeHunter будет у нас размещена. Также мы, на всякий случай, если вдруг вам локация нравится, и хотите посмотреть все предложения, которые продаются в коттеджном поселке Парк Вильжуковка, также ссылочку оставим в описании. На момент съемок в базе данных 23 объекта, из которых 14 домов на продаже в этом поселке. Что, Тём, сколько раз ты уже сказал вау? Друзья, это настоящий, в американской терминологии называется мастер-свит. Мы обычно используем термин мастер-бедрум, некая адаптация на русский мастер-спальня, за что меня очень часто критикуют. Но это настоящий мастер-свит. Свит отличается от бедрум тем, что появляются дополнительные опции. В частности, например, вот такая гостиная при спальне, какое-то, может быть, рабочее место. Здесь еще каминная зона есть. Вот, представьте, свой отдельный камин при спальне. Ну и, само собой, есть своя гардеробная комната, санузел, ну и сама спальня. Мы еще в нее попадем. Я проводил опрос у себя в телеграм-канале ВДТ Алексея Аверьянова на тему того, сколько может быть мастер-спален в доме. Кто-то считает, что она может быть только одна. Кто-то считает, что их может быть, например, две. Или некоторые считают, что такой спальней может быть любая спальня, у которой есть гардеробная и санузел. Ну вот, с точки зрения мастер-свита, здесь вопросов нет, он может быть только один. Так, ребят, ну просто давайте пройдемся, осмотримся, представим эти масштабы. Рабочее место, например, которое не чтобы в кабинет идти, а вот не спится, хочется выйти. Немножко что-то поработать, что-то поделать на ноутбуке. Даже стационарный компьютер здесь не нужен. Телевизор, конечно же, смотреть из кровати, но это неправильно, не нужно. Там нужно спать. Поэтому здесь есть такая диванная зона с большим телевизором. Например, ты уже пижамку надел, тебе выходить из этого контура не хочется, хочется оказаться там в своем месте. А вдруг там еще, не знаю, дети, бабушки, дедушки и так далее. Вот, собственно, таким образом можно прекрасно жить в своем пространстве, полностью отгородившись от внешнего мира и даже от своей семьи. Интересные предметы мебели у нас продолжаются. Вот такой, не знаю, то ли комод, то ли сервант. Очень похоже на мини-бар. И сама спальня отгорожена у нас огромной уже стеклянной перегородкой. На всякий случай, если вдруг, например, жене не спится, она смотрит телевизор, или мужу не спится, он сидит, работает, да, а вторая половинка там уже общается с морфеем. Все. Давай, наверное, сначала зайдем все-таки по очереди. Санузел, он тоже необычный. Отличается по дизайну от других санузлов в этом доме, он и по планировке еще отличается. Здесь есть небольшой тамбур с отдельным туалетным столиком. Отдельное помещение, где расположено биде и унитаз. С отдельной раковиной. Все это за стеклянной перегородкой. И основное помещение хозяйской ванны, комнаты. Вот оно. Посмотрите на этот мрамор, он с зеленоватым оттенком. Специально сделали немножко другой материал для того, чтобы действительно выделить это помещение по сравнению со всеми остальными. Компоновка очень похожа. Единственное, здесь уже появляются две раковины с подогреваемыми зеркалами, плюс зеркала еще с подсветкой. На болото похоже. На что? На болото. На болото. Супер элитное болото. Там я бы с окна тоже что-нибудь убрал. Вот это вот всю историю. Так это уже готовят, понимаешь? Это вот, например, что? А, это коврик для ванны уже приготовлено. Знаешь, здесь положить здесь все. Ну, как-то кластиковый коврик для ванны на этот мрамор. А как, ну, потому что все равно хочется из ванны выйти, да, чтобы у тебя ножки на мягенький сухой материал как раз, чтобы не подскользнуться. В тапочки. В тапочки мокрые, и все тапочки мокрые. Ну, куда с них поток? В специальные тапочки. В специальные тапочки. Что, Крокс, что ли, специальные тапочки? Нет, Тёмка, ты немножко неправильно понимаешь элитную загородную жизнь. Вот, ванна островная. Посмотрите, какой массивный смеситель, встроенный в пол. Я, кстати, такой еще не встречал. Ритмоню. Вот, а душ обычный, минималистичный. И, кстати, очень важный элемент. Полочки. Потому что все равно ты ванну принимаешь, тебе нужно положить сюда расческу, например, там, мочалку, какие-то шампуни. В целом, ты их можешь всегда убирать в ящики, в закрытые, а на прием их выставлять, чтобы здесь ничего не пылилось и не стояло, и был красивый вид. Но куда-то их поставить все равно нужно. Вот такие классные металлические полки. Самое то, что нужно. Так, все. Здесь все посмотрели. А это просто рай для женщины. Своя огромная гардеробная комната. Она по площади 35 квадратных метров. Ровно такая же, как сама спальня. В целом, почему должно быть иначе? У тебя вещей должно быть много. Особенно, если это какие-то яркие, классные. Ты не можешь их надевать достаточно часто. Им нужно место. Ты, может, раз в год их надеваешь. Здесь закрытые системы хранения. Но они за стеклом с подсветочкой. Раскрыл, выбрал. Но в целом и за стеклом ты уже примерно можешь понимать, где что находится. Зато лишняя пыль у тебя не скапливается. По центру находится остров. Кстати, вот эти кнопочки мы видим. Все это беспроводные кнопки. А, это подсветка на острове. Тема, посмотри, как здесь сделано. Видишь, такая гармошка. Плесе. Потому что ты открываешь, и чтобы не видно было, что находится во втором ящике, сделали вот такую гармошку. Но, мне кажется, по-другому и никак не сделали. Во всех ящиках у нас кожа. Кожа также и на верхней поверхности этого острова. Это прям кожа? Или это кожа? Похоже. Нет, мне кажется, это кожа натуральная. Спички проверим? Давай не будем. Давай доверимся. Фирменным производителям. Ну, я шучу, шучу. Не-не, ну прям кожа, кожа. Вот такие интересные полочки для обуви. Здесь встают в ряд две пары. Очень вместительно. Представляешь, сколько можно разместить? Даже вот просто в одном шкафу. А две дверцы сделаны зеркальными. Для того, чтобы отдельное зеркало не ставить. Здесь уже предусмотрели хранилище для часов отдельно. Семен Семенович. И для разных мужских аксессуаров. Это уже мужская территория у нас. Класс. Вот знаешь, обожаю мебель, которую прям хочется все открыть, потрогать, посмотреть, как оно работает, как доводчики срабатывают. Здесь вообще все идеально, подобно. На выходе из гардеробной очень интересное зеркало, которое состоит из девяти фрагментов. Они отдельные, то есть вообще не соединены и крепятся к стене самостоятельно. При этом посмотрите, как ровно они все подогнаны. Я представляю, каких усилий стоит вот это зеркало просто даже здесь повесить ровно и установить. Возможно, есть какая-то трафаретка, где ты четко отмечаешь все отверстия, которые нужно запилить. В целом, прекрасный элемент дизайна интерьера. По маякам устанавливается. По маякам, да? Да, только крепления скрыты. Что-то там маячить будешь, не знаю. Друзья, кстати, обратили ли вы внимание на то, насколько светлые и в теплых тонах сделаны интерьеры, в отличие от фасада дома. То есть снаружи дом брутальный, а внутри такой нежный, уютный. Со своим характером тоже, да? Потому что есть какие-то на контрасте элементы, в частности, темное зеркало, темные выключатели, какие-то светильники, даже радиаторы на стенах, темные тумбочки. Но все это смотрится очень гармонично, потому что у тебя светлые потолки, светлые стены, светлое напольное покрытие, бежевые цвета, которые актуальны в любом интерьере. И все это создает уют. И ты себя в этом доме, на самом деле, ощущаешь вполне себе уютно, несмотря на вот такую брутальность внешнюю. Сама спальня, как я уже говорил, 35 квадратных метров. Огромная, просто королевская кровать, 2 метра в ширину. Это Rolls-Royce среди кроватей. У них даже эмблема очень похожа. Ruggiano, итальянская фирма. Вот такое интересное изголовье. Мы уже кровать видели, да? Здесь мне нравится то, что есть четкая граница между половинкой его и ее. Прямо посередине. Никто спорить не будет. Массивные крылья, которые выходят за пределы кровати. Смотрится красиво. Конечно, может быть, не очень удобно, потому что выключатели у тебя находятся уже достаточно далеко. В целом можно и потянуться, один раз выключить весь свет. Никаких проблем не будет составлять. По бокам тумбочки. На тумбах стоят одинаковые настольные лампы, которые создают интересное такое свечение. Есть розетки обычные, розетки для USB. Очень удобно. И отдельный еще туалетный столик. Один мы видели в ванной, второй здесь уже в самой спальне с небольшим круглым зеркалом. В углу стоит небольшой стеллаж. Есть и закрытая система хранения, можно и так что-то поставить. И огромный комод. Как ни странно, мне кажется, вот он здесь лишний. Хотя с другой стороны, поскольку это спальня, а здесь панорамное окно, вариант того, чтобы с улицы не было видно того, что происходит на кровати, вполне себе вариант такого барьера. Может быть, с этой точки зрения дизайнерам так и продуман. Друзья, мне кажется, я вам все уже в этом доме показал. Пора закругляться. Ну что ж, наш выпуск с обзором дома Y подошел к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Я думаю, что у вас по ходу обзора было много вопросов, почему. На часть из них вы получили ответы, на какую-то часть, возможно, нет. Напишите, пожалуйста, то, что вам было непонятно в комментариях. Я так с удовольствием подключусь. У нас обычно очень большая активность в комментариях. Я сам на все комментарии отвечаю, плюс наши коллеги, эксперты из сферы дизайна, архитектуры, проектирования, девелопмента также подключаются и с удовольствием участвуют. Всегда полезно посмотреть мнения разных сторон, различные аргументы и получить гораздо больше информации, чем даже есть в основном выпуске. Друзья, этот дом продается. С удовольствием вам его продам. Если он вам понравился, напишите мне на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыреста сорок ноль три четырнадцать. Отправлю подробную презентацию с планировкой этого дома. С удовольствием вам организую просмотр. Не стесняйтесь обращаться ко мне по любым вопросам, которые у вас есть. На любом этапе поиска объекта элитной загородной недвижимости, вашей мечты. С удовольствием помогу, подскажу, развею какие-то сомнения, поработаем с какими-то вашими возражениями, рассмотрим различные аргументы. А самое главное, вместе примем правильное решение, которым вы не будете сожалеть. Иногда бывает так, что я вот так подробнейшим образом рассказываю про дома, и у покупателей вопросов нет, и они делают сделки, приобретают дома, но даже мне не звонят. Это, конечно, очень обидно, считаю несправедливо. И призываю вас обратиться именно ко мне с удовольствием. Сделаем эту сделку и сделаем это все самым лучшим образом. С вами был Алексей Аверьянов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. Фух, Тём, по-моему, первый раз мы с таким огромным домом, да? И еще солнце даже светит. Рекорд. Ну, потому что взяли третьего оператора. Да-да, третий оператор, кстати, это вообще правильное было решение. Так. Шагов сколько там? 17,5 тысяч. Ну, неплохо так. Вот если норму можно, за норму можно принять 10 тысяч, то почти двойная норма. Вот так вот, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!